Сегодня они уже пожилые люди, но память о страшном времени все так же жива. Детство Владимира Семочкина было изувечено бомбежкой, ранним утром 22 июня 41-го, болезнями и голодом, годом, который трехлетний мальчик провел в Брестском гетто. О той июньской трагедии он помнит до сих пор точно до мелочей. Владимир Ильич – сын защитника Брестской крепости. Когда началась война, отец поднялся. Когда взрывы начались, он сказал матери, Таня, это война, береги детей, и ушел. И мы его уже не видели. А потом немцы забрали нас, происходили расстрелы, нас трижды выводили расстреливать. Но почему-то вот Бог миловал. Кто-то из них был насильно разлучен с родителями, кого-то упрятали за колючую проволоку вместе с родными. 30 бывших узников, тех, кто в юные годы попал в застенки фашистских концлагерей и гетто, сегодня стали участниками праздничного мероприятия. Самым активным членом Брестской областной организации, бывших несовершеннолетних узников фашизма, были вручены медали к столетию вооруженных сил Республики Беларусь. Нам, молодым, порой бывает очень сложно оценить весь трагизм того, что было в те годы. И, конечно же, очень важно беречь память тех людей, которые сегодня воочию могут рассказать о своих эмоциях и о своей жизни в те годы. И для сохранения исторической правды, все, кто был свидетелями той войны, каждый в отдельности важен и нужен. И поэтому, конечно же, мы стараемся, чтобы члены областной организации были у нас не только в канун 9 мая, а мы сегодня проводим с ними ряд других мероприятий, которые нацелены на решение вопросов индивидуально каждого гражданина, который относится к этой категории. Победная весна 45-го все дальше уходит в прошлое, но не придается забвению. 9 мая отмечают и будут отмечать все поколения, чествуя победителей и отдавая долг памяти погибшим. 5 мая отмечают и будут отмечают все поколения.